Как заинтересовать школьников ракетно-космическими и авиационными профессиями и убедить оставаться работать на крупнейших химкинских предприятиях? Обсудить эти вопросы собрались депутаты, представители администрации города, работники образования и ракетостроения. По словам народной избранницы Татьяны Кавторевой, в школах необходимо больше уделять времени работе по профориентации. Чтобы можно было понять, что же они у нас хотят, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши дети обучались в вузах, которые находятся в химках, и, конечно же, в дальнейшем потом смогли поступить на работу, которая будет им по душе, которая тоже находится в городском округе химки. Самая главная задача – это сегодня проект, создание проекта, первая начальная стадия нашего проекта, она уже у нас есть. По словам работников ракетно-космической отрасли, в химках есть все, чтобы получить достойное образование и связать будущее с интересной профессией. Молодежь химок должна понимать, что у них есть много перспектив для обучения на базе лицеев, колледжей химок, на базе вузов Москвы ближайших, для того, чтобы потом оставаться жителями химок, заводить здесь семью, жить в комфортной среде и работать, получать достойную зарплату и профессиональный рост. Участники встречи отметили, что в будущем выпускники могут выбрать большой спектр профессий на химкинских предприятиях – от сварщиков и конструкторов ракетных двигателей до специалистов по обслуживанию и эксплуатации самолетов. Метчатка блестяще подходит.